Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Давайте сегодня поговорим о Российском комитете рабочих, в постоянно действующем семинаре по рабочему движению Федерации профсоюзов России, Фонда рабочей академии. Вячеслав Михайлович, Вы меня порадовали тем, что Вы вспомнили полное название Российского комитета рабочих, потому что Российский комитет рабочих не выскочил невестно откуда, и не висит в воздухе, и не висел. И вообще мы как с Вами, как представители рабочей партии России, прекрасно знаем, и это знают и другие товарищи, что без, скажем, рабочей партии России этот бы Российский комитет рабочих не смог бы организоваться, потому что его подготовка, его организация, обеспечение того, чтобы рабочие поговорили о том, что их волнует, причем рабочие не такие, которых мы заранее знаем, а рабочие, которые делегированы голосованием, ведь надо, чтобы приехать на заседание Российского комитета рабочих, вот этого семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов и Фонда рабочей академии, надо делегироваться от пяти рабочих, неважно каких, являются они членами партии, не являются членами партии, большинство и не является членами партии, членами партии, которые делегируют, и делегат может не быть членом партии, потому что партия существует не для того, чтобы работать с рабочими членами партии, а партия существует для того, чтобы помогать в работе и в борьбе всему рабочему классу, и тем более, и прежде всего, его авангарду. Поэтому вот такая организация, которая у нас существует, семинар по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии, который организовывается при участии в рабочей партии России, это по существу вот такой образец организации авангарда рабочего класса, авангарда не только формального, как рабочая партия России, но и неформального, то есть активной части рабочего класса, без которой, строго говоря, настоящей коммунистической партией быть не может. Потому что если коммунистическая партия собирает тех, кому нравится слово «коммунизм», машет только красными плашками, это, конечно, хорошо и положительно, мы не против. Но прежде всего она должна быть организатором головы рабочего класса, рабочего класса. И мы сейчас имеем дело с таким явлением, которое существует уже много-много лет. Он существует, вот этот семинар по рабочему движению Российский комитет рабочих, Фонда рабочей академии и Федерации профсоюзов России при участии рабочей партии России, которая там никакого голоса, как партии и иные, наоборот, она организовывает так, чтобы рабочие сами голосовали и сами учились принимать, и не только принимать, и выполнять правильные решения. Так вот, существует этот семинар с 1993 года. И у нас не так много членов партии, которые это помнят, которые это знают, и которые в это время были в партии. А еще раньше начиналось это дело, когда очень активную работу в рабочем движении вели товарищи в Нижнем Новгороде, в том числе товарищи Гошин Дмитрий Васильевич, расточник завода «Красная Сорма» под такими плечами, такой мощный. Тогда устраивали они акцию в поддержку докеров, чтобы отправляли не только в другие страны корабли, а еще чтобы они попадали, эти наши корабли, к нашим же докерам. Он, так сказать, прошелся по цехам Красного Сормова, и к начальнику цеха сказал включить, чтобы был годок, годок, чтобы выгрузили все, значит, цеха Красного Сормова, а потом, значит, и включились, и это передавало центральное телевидение, и на других заводах, в других городах. Ну, в Гуделе-то недолго, на одном конкретном заводе, а поскольку это, растягивалась вся эта запись на 20 минут, 20 минут по всей стране, по телевидению центральному Гуделе, 20 гудки, после этого в наши порты пошли корабли, и наши докеры были обеспечены работой. Вот это, то есть, это не только такой семинар, о том, как бы мы вот сидели, рассуждали, обдумывали, а это вот такой семинар, который в нужный момент принимал нужные решения. Скажем, когда решался вопрос о проекте о поддержке проекта Трудового кодекса России, фонда рабочей академии, с которым выступал сначала 4 депутата, один из них РКРП, и трое из КПРФ, потом о Валиане из КПРФ, такой, значит, участник забастовочного движения, шахтерского движения, Кузбасса. Потом, потом, выдвигал товарищ Шейн, который известен был как руководитель профсоюза защиты от труда, вот, во-первых, во-вторых, он участвовал в организации борьбы за Трудовой кодекс, и на третьем этапе его выдвигал. Ну, надо еще сказать, что он был у меня дипломником в университете, в институте повышения квалификации. Дело в том, что он сам по себе учитель истории, школе, а тут он получил еще диплом юриста, и как раз в этот самый момент у нас такая интересная конфликтная ситуация была в университете, когда юридический факультет себе решил взять подготовку юристов, и, соответственно, они проводили уже экзамены, и вот на этом экзамене Шейн Олег Васильевич получил четверку на юридическом факультете в Юридическом государственном университете. То есть он был как бы и вооружен к тому, чтобы выступать в Думе. А я, как его научный руководитель, потом стал его помощником в Государственной Думе. Я особенно там не болтался, как вы понимаете, но такой проблемы, когда мне нужно было попасть в Думу и с кем-то встретиться, такой проблемы не было. Поэтому, ну это было вот достаточно давно, то, о чем я начал говорить. А вот тот семинар, о котором мы говорим, он начался раньше, чем 93-й год. Он начался в 91-м году. Уже в 91-м году собирались собирались товарищи. Почему? Потому что в 91-м году мы участвовали в создании Российской коммунистической рабочей партии, которая была первой зарегистрированной рабочей партией после всех этих переворотов буржазных, после переворота, который произвел Горбачев и Ельцин. Вот после этого то есть Ельцин всех напугал, нас только не напугал, потому что мы буквально через два месяца после закрытия КПРФ или самозакрытия КПРФ, потому что если поднять документы, то не было никакого закрытия КПРФ. Дело в том, что был запрет на деятельность на предприятиях. Да КПРФ и так на предприятиях сейчас не работает в основном, поэтому ничего не изменилось. И так сказать, они просто залегли на дно, как будто нету, и все эти коммунисты, которые должны были проявить в ответственный момент решительность и боевой характер, они куда-то поисчезали. Они поисчезали представители движения коммунистической инициативы. Туда входили там товарищ Золотов, туда входил товарищ Игошин, туда входил товарищ Галко и так далее. То есть в этом движении коммунистической инициативы Сергеев, заместитель директора Института экономики Алексей Алексеевич Сергеев, который был кандидатом на пост президента в альтернативу Ельцину, когда решался вопрос о президенте России. А я у него был доверенным лицом. То есть в то время, о котором мы говорим, как всегда бывает, когда густой замес, в результате такого густого замеса сначала получился Российский комитет рабочих в Нижнем Новгороде. А потом... То есть до создания РКРП получился Российский Примерно в то же время создавали РКРП, но мы же и создавали тот же самый Золотов, которого вы знаете, и который сейчас главный редактор у нас газеты «Народная правда». И тот же самый Голко, который первый заместитель. я участвовал тоже как представитель газеты «Народная правда». И вот тогда у нас появился Российский комитет рабочих одновременно с усереждением РКРП, Российской комитетической рабочей партии. Причем товарищи из КПРФ, которые нам помогали, нам помогали. Говорили, что он его аж не зарегистрирует. Ну, мы сказали, ну, не зарегистрируют, не зарегистрируют, но мы подадим на регистрацию. Мы подали на регистрацию, нас зарегистрировали. А товарищи из КПРФ в это время создали такую какую-то партию, которая ни о чем. Какая-то женщина ее руководителем была, и тихо, как мышки молчали, и ждали решения Конституционного суда о том, чтобы он разрешил КПРФ иметь какие-то, иметь свои организации. На предприятиях? На предприятиях особенно не выделялось. Иметь организации. И вот они, так сказать, как бы те коммунисты, которые залегли и ждали решения буржуазного, уже заведомо буржуазного правительства, а мы тоже обращались к буржуазному государству. Но мы обратились и получили. И мы уже буквально в декабре зарегистрировали РКРП. Потом у нас начались свои внутренние проблемы. Товарищи, бывшие секретари парткомов, авангарда и арсенала, это Тюлькин и Терентьев, они очень активные, и они активно участвовали в создании РКРП, но потом у них появилось такое тяготение самим взять это все в руки, а таких товарищей, как Тимофеев, который председатель рабочей комиссии, и Попов, как председатель идеологической комиссии, их поставить где-то за рамками руководящего органа. И мы оказались за рамками руководящего органа, то есть руководящим органом был Оргбюро ЦК РКРП. И получилось так, что рабочая комиссия, не представлено, а там представлены два бывших секретаря парткома, КПСС. Но поскольку мы решили, что это ненормально, и решили, договорились с членами, с рабочими членами партии, членами ЦК, чтобы в один прекрасный момент они на пленуме сели и стали вести. А почему должны Катерентьев и Тюлькен вести? Они же такие же члены ЦК. И первого секретаря не было никакого в РКРП. Не было. Это сейчас он есть. Не было. Поэтому никто не мог просто сесть и вести, а вот сел Егошин и стал вести. А он такой с такими плечами, что если он сядет и будет вести, уже никто отодвинуть не может. Это было воспринято нашими уважаемыми коллегами Терентьевым и Тюлькиным как шутили незахват власти в партии. А мамям это было воспринято как то, что в партии рабочие должны власть осуществлять рабочие. И мы на этом стояли, стоим и стоять будем. Правильно? Правильно. И вы видите, наверное, по поведению тех интеллигентов, которые за это выступали, в том числе там и Золотова, и Попова, они таких вот, и Голко, они таких вот попыток захватить власть и отодвинуть рабочих как-то не предпринимали. И какого-то желания у них это предпринимать нет. Наоборот, у них есть совершенно ясное понимание того, что товарищи интеллигенты, которые обучены и известное число лет потратили на то, чтобы достичь вот таких высот в области науки, они должны это знание принести на алтарь, так сказать, партийный и помочь рабочим. А не заменить рабочих, не отодвинуть их, сказать, что вы мало знаете, я больше знаю, я и буду управлять. рабочая партия должна быть партия рабочего класса, и это не чувствуют все рабочие. Все рабочие, которые к нам приходят, вот партия, в которой и программа рабочая, и устав рабочий, и голосуют они, при любом голосовании, некоторым так не понравилось, товарищам, не рабочим, в том числе московским, и части нижегородских, ну и ленинградские тоже были такие, которые решили, так сказать, чуть ли не бунт поднять, что надо изменить устав партии и так далее. И мы их всех выгнали за кого? А тех, которые хотели изменить устав и убрать это положение о том, что рабочие должны быть в главе. Так вот, в РКРП тогда такого не было, когда я говорю об основании. И тут получилось так, что тогда две комиссии Центрального комитета, рабочая комиссия, которая возглавляла Доппер Тимофеев и я, который возглавлял идеологическую комиссию, мы по решению двух комиссий решили организованно выйти из РКРП и образовать свою партию действительно рабочую, в которой рабочие будут не только, так сказать, в названии Российско-Коммунистическая рабочая партия, а в названии будет рабочая, потому что когда она рабочая, тогда она и коммунистическая, а если она коммунистическая, но не рабочая, то она и не коммунистическая. И вот без всякого, так сказать, такого скандала мы в один прекрасный день сделали такое заявление и вышли из состава РКРП. Это 93-й год? 93-й год. В 91-м, то есть 91-го по 93-й, еще после вот учредительного собрания был, был еще съезд у у нас другой, после съезда в Свердловске, в другом городе, тоже на Урале, где я сделал доклад о программе партии. А в разработке программы партии участвовали товарищ Золтов и товарищ Долгов, главный редактор газеты «Народная правда». И вот эта вот программа была принята РКРП, поэтому у нас никакой необходимости менять программу в связи с выходом из РКРП не было, мы с этой программой и остались. То есть программа была, а выполнение ее... А выполнение не очень. И дело в том, что после того, как мы вышли, там начали попытки предпринимать переделать программу. Этому очень мешал вот мой бывший оппонент по докторской диссертации, доктор экономических наук Алексей Алексеевич Сергеев, замдиректора Института экономики Академии наук СССР. И который являлся кандидатом в вице-президенты, когда кандидатом в президенты был генерал Макашов. Вот, так сказать, в этой ситуации мы так спокойно разошлись. Мы, поскольку партии регистрироваться не стали, по какой причине? По той причине, что если мы зарегистрируемся, значит, мы необходимо будет участвовать во всех выборах. Выборы построены сейчас так, что это колоссальные деньги, а тот, кто пытается их из инициативных каких-то организаций реализовать эти положения, он быстро разоряется. И это ни к чему не приводит. Ну, вот, можно сказать, что вот товарищи из РКРП, оставшиеся, дважды принимались за то, чтобы выдвигать свою кандидатуру в президенты, но они не успевали привезти бумаги, потому что богатые партии не отправляют по почте эти бумаги подписанные листы, а отправляют своим собственным самолетом. А собственного самолета не у Тюлькина и тереть всего не было. Ничего из этого не получилось. Но они попытались взять вверх еще и в российском комитете рабочих, который возглавлял Егоша. Когда эта попытка была сделана, мы также вышли и оставили их в одном помещении, а сами перешли в другое. Это вот все в 93-е? Это все в 90-е. Это уже позже. Это в 93-е. И уже к этому моменту заседания РКФ проводились? Да, заседания проводились начиная с 91-го. А вот в 93-м получилось так, что вот этот орган Российский комитет рабочих, который у нас тогда еще не звучал как орган федерации процедурных России, но как орган еще и фонда рабочей академии звучал. и как органы, которые поддерживали РКРП. Но раз РКРП разделилось на две, на РКРП, которая осталась без идеологической комиссии и рабочей комиссии, и, так сказать, свои какие-то новые делала, и вот РПР. И вот мы сразу же, сразу же во главе с Егошиным создали Российский комитет рабочих, который ориентировался на идеи и практику, которую осуществляла Рабочая партия России, на то, чтобы рабочие были во главе угла, на то, чтобы рабочие голосовали, на то, чтобы без голосования рабочих ничего не проходило, и то, чтобы товарищи интеллигенты использовали себя как интеллигенты. Если я вот интеллигент, то если я не могу убедить двух рабочих, то я не интеллигент. Ну, логично, да. А те люди, которые не могут убедить двух рабочих, они говорят, чтобы они голосовали, а мне вообще не надо голосовать, зачем я буду? Вот у нас сейчас я подаю голос, вы меня спрашиваете, а для должности руку подавать? Ну, хорошо, я подумаю, это ничего не означает. Странно было бы, если бы поднимали руки, вы работаете руками, это понятно, рабочие, руками же делаются все на станке, на оборудовании и так далее, а мы-то какая, какая у нас, что руками мы делаем? Ну, это вот, все это пишем, зачеркиваем, вставляем и так далее. Поэтому надо понимать, что такое вообще партия, как Ленин учил, это соединение социализма с рабочим движением. Рабочее движение, это, так сказать, это корень социализма, а наука социализма, это то, что должны дать интеллигенты, и соединение должно дать партию, а партия есть вот это соединение научного социализма с рабочим движением. А давайте развернем понятие рабочее движение. Рабочее движение, это значит движение за интересы рабочего класса, потому что рабочее движение, оно широкое, может быть, интересы рабочего класса бывают текущие, ежедневные, семиминутные, коренные и так далее. Так вот, если речь о коренных интересах рабочего класса, то есть не о том, чтобы каждый раз спасать себя, повышать, а у тебя потом буржуазия отнимает, потом снова повышать зарплату, опять отнимает, чтобы не бежать все время, потому, как знаете, есть такие виды спорта, когда-то вы на барабане бежите, барабан крутится, и вы, так сказать, много пробегаете, но остаетесь на месте. Как белка. Как белка в колесе. И вот, скажем, если взять такую рабочую партию, которая есть в Англии, Labour Party, так что такое лейбористская партия? Это рабочие, приглачники класса буржуазии, вот, это, там, там много рабочих, но это те рабочие, которые ведут буржуазную политику, то есть не они ведут, а их ведут, вот, так сказать, но, как вы понимаете, можно, так сказать, пойти вперед со своим авангардом, а можно точить за собой значительную часть, чем лейбористы лучше или хуже, чем консерваторы, ничем не лучше и не хуже, то есть они как раз еще и показывают, что просто численность рабочих ни о чем еще не говорит, поэтому это не значит, что вот мы когда подчеркиваем, что необходимо, чтобы рабочие голосовали и так далее, мы вовсе не считаем, что интеллигенты никакой роли не играют, но их роль-то заключается в том, чтобы они великой наукой занимались, и чтобы они давали марксист-блининизм, и чтобы они этому обучали. Чтобы голосующий рабочий становился все более сознательным. Чтобы голосующие рабочие понимали, за что они голосуют, а не просто что вы будете голосовать. Для этого ума много не надо проголосовать, раз и поднял, раз и опусти. А у нас вот те, которые не голосуют, скажем, ну вот соберется комитет рабочей партии России или на собрание они не голосуют. Они же все проводят занятия вот в этой аудитории, в Красном университете, объясняют это все. Если они не могут убедить рабочих, одни, это дело не поможешь своим голосованием. Поэтому как-то вот такое стремление, где это вот Ленин там сыграл какую-то роль своим голосованием. Он организовывал голосование, но то, чтобы он, так сказать, вот его голос решил, мы не знаем, это неизвестно истории партии. Так вот, в 93-м году произошла такая стычка небольшая, я сказать, наши товарищи, которые остались в РКРП, с которыми мы не ссорились. И мы не сейчас с ними рассоримся, мы сейчас с ними взаимодействуем. С Виктором Аркадьевичем взаимодействуем, в том числе по вопросу о фашизме во внешней политике, мы с числе тех партий, которые вот придерживаются той точки зрения, что то, что сейчас происходит, вот это проявление фашизма во внешней политике, вот это вот наступление, это вот то, что делается на Украине. А другие партии под названием коммунистичных, их очень много, их, наверное, большинство в мире, вот эти партии, они, так сказать, этого не понимают. И они не понимают, что такое фашизм. И поэтому они, так сказать, в том числе и даже та партия, которой мы очень помогали и с которой мы очень хорошо контактировали, пока была генеральным секретарем Олега Папарига. И журнал там был, в который входил Виктор Аркадьевич Тюльхин и я в состав редколлегии журнала. И там у нас, у меня, например, опубликовано на греческом языке, ну, на греческом и на английском языке, статья о диктатуре рабочего класса. Ну, на греческом я опубликовать могу, а прочитать не могу. Но сейчас пришли другие люди, которые не очень разбираются в вопросе о том, что такое фашизм, они не понимают империализм так, как это вот крупные империалистические державы, которые грабят весь мир. Они понимают так, что есть побольше империалисты, поменьше империалисты, ещё маленькие за все маленькие. Это вроде как в лес придёшь, там есть тиры, там есть вулки, там есть кабаны. И есть комары. И все они фашистили. И все они фашистили. То есть какая такая странная И в этом полном серьезе они с этим выступают, и поэтому и журнал, в котором наши работы публиковались, он как-то осел. Ну и как-то жалко, что такую то ли боязнь есть у греческой компартии, такая маленькая партия, маленькая Греция, что ее вот этот самый фашизм, как ее придавливали английские капиталисты после Второй мировой войны, они вроде с фашизмом воевали, да, с фашизмом, а греческих коммунистов придавили там, придавили. Ну они, может быть, тоже думают, они там собирают акси, вот ходят по улицам, там демонстрации делают, но боятся, что их может придавить. Это может быть от боязни, это не от хорошего знания теории. Потому что Россия, у нас другая система, у нас самая большая страна в мире, причем по территории, у нас при воле. У нас, если уж и драться, то уж как следует. Развудись плечо, размахнись рука. Поэтому как, так все, значит, на нас вроде урчат-урчат, а как спасать от фашизма, спасать? Вся Европа ждала как освобождение. И вот все сейчас, вот те, кого освободил Советский Союз, то бишь в том числе и Россия прежде всего, вот они опять затябкали. Так они под пятой немцев производили танки, пушки, самолеты, и, так сказать, участвовали в том, чтобы воевать с СССР вместе с фашистскими войсками. А теперь они опять, вот они опять в той же самой колеснице. Ну, конечно, в первых рядах кто находится? В первых рядах находятся и те, от кого направляют и кто находится под пятой Соединенных Штатов Америки. Вот Германия. Они же вот пока была советская часть, так сказать, можем считать, Германии, которая стала ГДР. Но там они свободно жили. А теперь что скажут? Теперь они соединились в Восток и Запад. И что? И стали подчиняться, и Восток и Запад подчиняться стали Америке, Соединенных Штатов Америки. Да, стивили такой свободы, равенства. И они время и время начинают проявлять, так сказать, мужество. Сказать, мы не будем вот столько помогать. А сейчас ведь американцы что? Значит, заставили их все, так сказать, старое советское, и имеющееся американское, старое, на Украину отдать почти помощи. А что осталось у них? А у них теперь осталась необходимость купить новое, новое, танки, пушки и прочие системы новейшие у Соединенных Штатов Америки. То есть это вот с точки зрения американского капитала, ну это замечательная операция. Продуманная. Так у них вот, они все были с оружием, скажут, зачем нам танки? У нас есть танки неплохие. Так у вас советские танки, отдайте их Украине. А теперь будут вам американские танки. Вот те, которые сейчас вот, уже несколько абрамсов подбили, но там будут лучше. Они будут, что значит лучше? И так уже помощь была какая со стороны Америки там. Выделяется какое-то количество миллионов долларов, а потом 80% из этого идет на изготовление этого вооружения. И тогда это вооружение попадает, а не доллар. Доллары, они как бы существуют для того, чтобы заказать это вооружение. Это же идет процесс обогащения того, кто проводит фашистскую политику в Соединенных Штатах Америки. А Европа что? А Европа, она для того существует, чтобы, так сказать, обеспечивать вот это вот. Развитие Соединенных Штатов Америки. А если кто-нибудь там вякнет, его предают. Потому что, кто там, везде стоят американские войска. Как мы, что мы узнали, как только Финляндия вошла в НАТО? Сразу в НАТО, НАТО прислали туда войска. Наши, конечно, сразу сделают еще один округ. И в жизни его делают. Но возвращаясь к тому, что вот мы образовали рабочую партию России. И тут товарищи наши из РКРБ, наши бывшие товарищи, они и сейчас товарищи нам. Мы с ними совместно проводим занятия в университете рабочих корреспондентов под началом товарища Галко Виктора Ивановича. Они предоставляют помещение, участвуют, выступают. Ну вот они сделали такую попытку, так сказать, что они теперь будут организовывать РКР. Но на это не пошел, прежде всего, его товарищи Гошин. Они все ушли. А там остались люди неавторитетные. И все их попытки создать, этот российский комитет рабочих, вот создать, несмотря на то, что партия осталась, вроде российская комитетическая рабочая партия, они ни к чему не привели. Него не стало. А тот российский комитет рабочих, который у нас есть, он продолжение того российского комитета рабочих, который был создан в 1991 году. То есть, можно сказать, в 1993 он обновился, да? Он немножко, так сказать, часть того, сейчас товарища нас покинула. А потом на каком-то очередном заседании товарищи Тюлькин и Терентьев приехали под видом рабочих, и там писали, что они рабочие. Но там сидели суровые рабочие, которые сказали, не знаю, не знаю. Их не допустили до делегатства. Поэтому мы, так сказать, как две лодки разошлись в этом смысле и поддерживаем дружеские и товарищеские отношения. Вот такая вещь. А почему? И вот поэтому можно считать, что вот если рабочая партия России основана в 1993 году, то российский комитет рабочих основан в 1991. Даже раньше. И он, так сказать, чуть-чуть от части его отошла. Но у нас же каждый раз он обновляется. Каждый раз ведь нужно делегировать этих пять рабочих. И все попытки как кто-нибудь под видом рабочих или вроде рабочих прислать, допустим, таких вот, которые к нам приезжали, когда он, значит, два или три месяца работает, допустим, кочегаром на пароходе, на теплоходе. А остальное время он работает где? Ну, в УЗИ. Преподавателем или еще каким-нибудь сотрудником научным. Потом мы, когда это дело распознали, мы уже не стали давать мандаты или не заветовали, а как консультант российского комитета рабочих тоже за этим следил. Хотя тут рабочие сами в состоянии определить, кто рабочий, а кто не рабочий. Да, там специальная комиссия. Вот, так что вот первую точку, которую мы можем тут поставить, что вот российский комитет рабочих был основан в 1991 году при участии Российской коммунистической рабочей партии, а после того, как появилась рабочая партия России, он дальше существует при поддержке и помощи рабочей партии России. А у какого-то такого дубля или, так сказать, дополнительного, как поначалу казалось, у РКРП нету российского комитета рабочих. Российский комитет рабочих – это не такое простое дело. И тут на самом деле надо уважать, а может даже любить рабочих для того, чтобы потратить эти силы и средства на то, чтобы вот такое мероприятие провести. Потому что те делегаты, которые приезжают, они делегированы пятью рабочими вашего цеха, завода и так далее. А у них масштабы, так сказать, рассмотрения, это вопрос. Они в этом смысле невелики. А вот когда они собираются в Нижнем Новгороде, и они все это видят, а товарищи Нижегородские, которые раньше это дело организовали, и сейчас организовывают, они обеспечили существование такого органа, который является настоящим органом рабочих, и который существует при поддержке, с одной стороны, рабочей партии России, а с другой стороны, он существует при поддержке еще одного мощного органа – Федерации профсоюзов России. А как так получилось, что вдруг Федерация профсоюзов России стала поддерживать Российский комитет рабочих? А давайте тогда про Федерацию профсоюзов России немножко... А мы тут... Дело в том, что Федерация профсоюзов России, мы с ней познакомились и узнали, в связи с тем, что в 90-м году появился проект Трудового кодекса, ужасный, но безымянный, в российской газете опубликован. Но если он в российской газете, значит, он как бы государственный. Правительство. Но никто за него ответственность не взял. Почему? Потому что там ужасное ухудшение всех положений, которые только были. Товарищи, все товарищи, которые с нами контактировали, и докеры, и авиадиспетчеры, и которые имели солидные профсоюзы, стали возмущаться и сказали, что надо выступать против. Вот давайте я буду идти вперед, а вы будете выступать против. Я буду идти дальше, а вы будете выступать против. Я уйду, а вы будете все выступать против. И все. То есть тот, кто против, мы им объяснили. Если вы будете только выступать против, дело проигрышное. Пройдет этот... Более того, даже скажем, что в этом обсуждении этого проекта, безымянного, потому что он не написан автором был, просто вот проект. Сейчас такой тоже ходит. Какой-то депутат написал в КПРФ, хуже, чем нынешний трудовой кодекс. Мне Виктор Аркадьевич прислал Чулькин. Мы все время взаимодействуем с ним. Вот он прислал, и мы взаимодействуем с вопросом... Он по вопросу о борьбе с фашизмом во внешней политике. Он занимает совершенно правильную коммунистическую позицию и в международном плане тоже с этим выступает. Это еще одна линия взаимодействия с РКРП. То есть мы вовсе не для того вышли, чтобы скандалить с РКРП, а для того, чтобы сосредоточиться на работе с рабочими. Это совсем другое дело. Вовсе мы не скандалисты, и у нас нет такого, что, я сказать, раз я не согласен с товарищем в каком-то вопросе с товарищем Глазером, я с ним не буду здороваться. Ну вот и тогда вдруг нам удалось убедить руководство крупнейших профсоюзов. Это прежде всего авиадиспетчеры, защита труда, во главе с Шейном, докеры. Был профсоюз еще, профсоюз, у которого был символ такой Владимирский тяжеловоз, соцпроф. Соцпроф. То есть с самыми разными позициями, с разными органами, но они стали собираться и вместе думать, что делать. То есть несколько профсоюзов собрала беда. Собрала беда, но еще не было Федерации профсоюзов России. Нет, не было еще. Федерации профсоюзов России не было. Собрала их беда. И в этой ситуации беды, мы даже пошли на то, что придумали наряду с Рабочей партией России создать, а Рабочая партия России сделана хитро. Она не зарегистрирована как политическая партия. Поэтому она действует по закону в общественных объединениях. Люди у нас имеют право в силу бюджетной демократии собираться, организовываться в какие угодно объединения. Это их дело. И никто не вправе им в этом мешать. И никто нам и не мешает. Все прекрасно, мы сколько угодно. Это название у нас Рабочая партия России, а так у нас общественное объединение. И мы по закону в общественных объединениях. Фонд Рабочей Академии – это зарегистрированное общественное объединение. Но не обязательно регистрировать. А зарегистрированный нам Фонд Рабочей Академии для того, чтобы мы могли газеты выпускать. Потому что надо, чтобы был кто-то издатель. Кто издатель газеты? Фонд Рабочей Академии. Давайте пока про Федерацию профсоюзов России. А мы возвращаемся снова к Федерации. Это перепуганный. Да, еще профсоюз локомотивных бригад железнодорожников с курочами на главе. Все они переполошились, и мы придумали, что надо создать свой кодекс. И вот мы с товарищем Федотом вдвоем, который, с одной стороны, является докером, с другой стороны, он имеет два высших образования. У него он учился в Лесотехнической Академии, а у меня жена там преподавала, говорит, такой докер какой-то оказался. Все знает, и все на пятерке. Пятерки одни получают. Удивительно. Я его не видел, но уже слышал. А потом оказалось, что это Федотов, и они вместе с Тимофеевым были у меня доверенными лицами, когда я был кандидат в народные депутаты СССР. У меня корочка была. Нам порт выделил автомобиль, небольшой, громкоговорителем, и мы, а мы имели право выступать на любых митингов. Вот соберутся эти демократы на митинги, они любили около Кировского стадиона. Мы туда приедем и начинаем выступать. Потому что нельзя отказать кандидатам в народные депутаты. А было три кандидата в народные депутаты от представителей рабочих и представителей рабочих. был от русского дизеля, очень красивый молодой человек, был от завода, который готовит у нас подводные лодки. Здесь Адмиралтейский? Адмиралтейский, Адмиралтейский, ну и я был. Было два рабочих и один профессор. Вот мы в такой компании везде выступали, ходили и поддерживали нас вот боевой, сейчас он не покойный, первый сектор районного комитета партии на Петроградской стороне. Пока вот у нас тут Аврора на Петроградской стороне, сюда демократам здесь хода нет. И Ленин здесь выступал с балкона. И он выделил нам помещение. Там в штаб-квартире, вернее в музее Кирова, музей Кирова был выделен для Совета рабочих Ленинграда в качестве помещения официального. Где ваше помещение? Вот это помещение. Нам выделена была комната, во-первых, в райкоме партии, а во-вторых, прямо вот у Петроградской там большое очень здание. И вот там было... ДК? А? ДК. Как он называется? Да, в доме культуры. Вот в этом доме культуры были, не знаю, очень большая аудитория. Телефон нам выделен. И мы на большом митинге, где были демократы, в основном он его собирали, выступили три кандидата. ДК Горького, да? Да, ДК Горького. Ну и выступили три кандидата и призвали к тому, чтобы образовать объединенный фронт трудящихся. Не только рабочих, потому что тут вопрос о выборах был и вообще о изменениях в жизни. И за нами пошли товарищ Раков на своем, так сказать, автомобиле. А мы с ним ездили, между прочим, в страны прибалтийские и договаривались о создании там советов тоже. И так, в принципе, договорились, но они ничего не делали. Поэтому их и съели. А мы здесь создали тогда, вот здесь создали объединенный фронт трудящихся. И объединенный фронт трудящихся поддерживал областной комитет партии, поэтому у нас был в руководящий орган фронта трудящихся один секретарь облсов профа входил, представитель оркоотдела обкома партии. Ну, оно сам, так сказать, фронт трудящихся, и вот это организовывали товарищи, вот профсоюзы и прочее. Поэтому появилась мощная общественная организация, которая противопостояла вот этой буржуазной перестройке. И вот тогда, вот тогда. И противостоял проекту. И тогда мы, значит, приняли решение, что если мы хотим вот это такое напасть остановить или затормозить, или ослабить, то нужно иметь свой проект, а не думать, что вы будете против, но вы против, вы против, вы против, вы помеха, вас надо убрать. Вот есть машина, а если танк, а тут какая-то помеха. Ну, выйдут оттуда или стрельнут и уберут. А мы сделали организацию и пошли ее. И это объединенный фронт трудящихся. И зарегистрировали. И мы активными его членами стали. И в этот же момент у нас Совет рабочих Ленинграда работал во главе с докером Тимофеев. А с докером Федотовым, который у нас, во-первых, учился в Листехнической Академии, а потом окончил юридической, по юридической части у нас факультет профессиональной переподготовки, где я был его научным руководителем. Он потом получил диплом юридического факультета. И вот он как юрист дипломированный, а я как профессор по кафедре экономики и права, а тут есть экономика и право. Вот мы с ним создали проект Трудового кодекса России. Как мы его создали? Сразу скажу, очень просто. Взяли Трудовой кодекс, который был, советский, и решили, что мы должны его улучшить по сравнению с советским, чтобы тормознуть то, что собираются сделать. Это антисоветский, ухудшающий положение всех рабочих. То есть по каждому пункту мы думали оставить или улучшить, но не ухудшить. И чтобы у вас получилась такая вот ошибка двух проектов, из которых люди будут читать, разбираться, и видеть, что тут лучше, а тут хуже. И вот мы делали это почти год, но сделали. Сделали, и тогда стали искать, кто будет выдвигать-то. А выдвигать, вы же знаете, какая у нас демократия. Вот написать проект кто угодно может. Вы можете написать, я могу написать. Кто хочет, пишите проекты. Но чтобы внести в Думу, кто может вносить? Депутаты. Думы, президент, генеральный прокурор и правительство в целом. Всё. Ну вот мы и приготовили, и стали искать этих самых депутатов. И нашли трёх товарищей из КПРФ, за что им большое спасибо. Вот и одна товарища из РКРП, которому тоже большое спасибо. Но они никак не выносили, долго не выносили, пока мы в газете «За рабочее дело» не нарисовали этих трёх депутатов, четырёх депутатов в виде, так сказать, тараканов, которые разбегаются, а рабочий, который с проекта контролового кодекса и с ботинком, значит, это бьёт их как… И пришли с этим в Думу, принесли. Товарищи наши из КПРФ ошалели. Ну, после этого они внесли. Внесли. Но не донесли, оказывается. Они внесли-внесли, но до Совета Думы не донесли. Или в Совет внесли. В общем, короче говоря, не закрепилось это в Думе. И поэтому эта Дума закончила свою работу. Уже там в этой Думе существовал наш проект, а мы все свои возможности в газетах, сборниками, тиражировали, размножали, обсуждали, выступали и пропагандировали наш проект. И он, конечно, был лучше всех проектов, которые были. Потому что, скажем, проект «Яблоко», ну и другие партии. То есть все партии оказались, которые были, они все против. А мы все за. Профсоюзы, значит, сказали, мы будем делать свой проект. И потом сделали проект восьми. Я его так и не видел. Он никуда не годился, и он никакой роли не сыграл. Потом, значит, КПРФ сказали, мы думать будем. И думали. Еще были попытки другие вытащить какие-то проекты, но они все не тянули. Они все набирали мало. И поэтому у правящего класса какая-то ахуая ситуация сложилась. Хуже, чем мы думали. Ситуация в такой, что есть проект, который против их всех проектов, они появились. И набирают, а те проекты набирают мало голосов. Профсоюзные набирают, проект там шести и так далее. Московской городской думы тоже мало набирают. Ну все мало. И поэтому они как спасение решили, что надо сделать какой-то проект комбинированный. Правительственный проект не тянул по сравнению с нашим. То есть гораздо меньше получал. Мы сделали слушание в Думе. Я там выступал с нашим проектом, рассказывал, как один из авторов на слушание в Думе. Короче говоря, там ребята приняли чрезвычайные меры. И чрезвычайные меры свелились к тому, что стали делать комбинированный проект с Лизки. Депутат с Лизка. Больше я ничего про нее не знаю. И она выступила. Представитель. Они понатаскали многое из нашего проекта, чтобы как бы баланс все-таки, чтобы это их все-таки был проект. Ну многое не взяли, но кое-что взяли. И мы-то собрали перед тем, как это вот делать. Мы собрали большое совещание всех профсоюзов в Москве. И там все профсоюзы рассказывали. И был представитель КПРФ, Серегин, секретарь по рабочему движению КПРФ. Он сказал, мы никакого проекта не делаем, мы будем делать свои замечания. Никаких замечаний не появилось. Вот такая штука. И вот те партии, те организации, которые профсоюзные, которые выступали за проект, а это дело тянулось в трех думах. Значит, в одной думе вносили вот эти три-четыре человека. Три от КПРФ, один от РКРП. Потом в следующей думе наш проект внес пламенный лидер шахтеров Кузбасса. И вот его проект и двигался. А в третьей думе, когда закончился срок, то уже, то есть надо было передавать этот. То тот как бы остался проект, но уже без депутата. Тогда Шейн выступил. То есть срок думы перевыбрали в дно. А сам этот проект назывался проект Фонда Рабочей Академии. Он везде публиковался, в брошюрах, в газетах. Мы все везде его размножали. И надо сказать, что поскольку мы выбрали правильную тактику такую, что мы идем вперед. Ну понятно, что Российский комитет рабочих каждый год его поддерживал и участвовал вот в этом деле. Российский комитет рабочих сыграл большую роль в организации рабочего движения, чтобы нас не... Ну вот такие вещи, например, вот есть сейчас в этом самом Трудовом кодексе, который, ну прямо бери на вооружение. Например, что вот государство гарантирует обеспечение, повышение реального содержания зарплаты. Или там вы можете почитать о том, что если вам не платят, так вы садитесь и напишите, что вы приостанавливаете работу. До получения зарплаты. И ждите, когда вам напишут бумажку, что завтра товарищ Лазарев, выходите на работу и вам будет выплачена зарплата. А до этого вы можете читать эту книгу, эту книгу или Трудовой кодекс. Или какие-то по охране труда, которые вам полезны. А можете домой пойти. Мы не рекомендуем ходить домой. Потому что уйдешь домой, потом... Там уже кто-то другой место. Да, как бы, в каждом месте. Короче говоря, ситуация аховая. И, значит, собрали всех профсоюзов на целый съезд всех профсоюзов России. И, более того, значит, там пришли товарищи из КПРФ, депутат Серегин. И он сказал, что мы своего не будем давать. И мы вообще никакой проект поддерживать не будем. Но мы все это ценим же ведь по делам, а не по словам. Когда наступил день голосования, поскольку так стоял вопрос резко, либо за проект Фонда Рабочей Академии, либо за правительственной. И товарищи из КПРФ оказались в ситуации, что они или за буржуазное правительство, или за проект Фонда Рабочей Академии, который внес депутат Шейн. Ну, он его внес, он, между прочим, уже юрист был, дипломированный, между прочим. А не только учитель истории в Астрахани. Ну, и они оказались в таком положении, что надо пойти на какие-то усопки, в том числе кинули даже 23 февраля. 23 февраля появилось в Традовом кодексе, как приманка, что это уже выходной день. Так что скажите спасибо Фонду Рабочей Академии и другим, которые это сделали. Мало кто об этом знает. Мало кто об этом знает. Но, значит, решение было такое, мы не будем голосовать за этот проект. Ну, хорошо. А докеры, диспетчеры и прочие, они решили, что нужно это делать изо всех сил. Значит, авиадиспетчеры объявили по этому поводу голодовку. Докеры приехали в Москву. Устроили прямо, вот если вы представляете, здание Думы. Раньше это было здание Госплана. Есть старый Госплан и новый Госплан. Новый Госплан – это внутри двора здания. А там есть такой перилочек, там другой вход. И вот сейчас там поставили, для того чтобы там больше митингов не делали, поставили еще деревянные домики, которые загораживают это пространство, где можно бы делать митинг около Думы. Вот такие меры приняты. И вот там был митинг, туда пришли люди, докеры, прежде всего. И некоторые, вот, видела, одна женщина с палкой была. И она этой палкой Жириновского стукнула по голове, когда он шел. И после этого он воздержался при голосовании. И это, конечно, было очень сильное мероприятие. А диспетчеры голодали в поддержку этого проекта. Короче говоря, о КПРФ, вот что я хочу отметить. То есть, сообщение стояло в это время. Да, о КПРФ я ругаю очень часто и справедливо. Но я должен вот сказать, что в этом случае депутаты КПРФ, когда они оказались в ситуации или за проект трудного подыска, или за проект слизки, который является правительственным. А правительственные вообще мало, наоборот, которые формально правительственные. Это тоже правительственные, но уже доработанные. С включением некоторых вещей из нашего проекта. Они все до единого проголосовали за проект Трудового кодекса России. За что вот я, как представитель другой партии... Фонда Рабочей Академии. Да. Ну, он как Шейна шел, проект Шейна. Что вот они проголосовали и пеногласно за проект Шейна. За что КПРФ и ее депутатам и нынешнему руководству. Ну, лишний раз, лишний раз можно доброе слово и сказать. Тем более, что я часто их критикую. А вот, должен сказать, что они вот в такой... Наступил момент. И нужно же... Люди проверяются в таких каких-то особых условиях. Вот в особых условиях они все-таки пошли не в сторону буржуазии, а в сторону рабочего класса. И мы получили второе место, 189 голосов депутатов. Вот тут выпускали книгу, вот нашу с Федотовым, и на обороте неправильно поставили цифру, 113, а на самом деле 189. Не знаю, кто пропустил, как всегда, виноваты авторы. Но я честно признаюсь, что было 189, легко можно проверить. Вот. Вот такая история. И что на этом фоне, что делал РКР? Все вот это время Российский комитет рабочих колоссальную проводил работу за этот самый трудовой кодекс. И если у нас трудовой кодекс сейчас неплохой, а неплохой он почему? Потому что пришлось взять из него основные положения, иначе его не переиграть. То есть мы получили 189, а надо 220. А потом второе, второе чтение, на втором чтении мы тоже доработали. Здесь в разливе были товарищ Шейн, я и помощник депутата Шейна, Олег Бабич. И вот мы, так сказать, втроем, и Федотов четвером, мы это доделали, доделали, и тут получили уже больше голосов, 220. До 224 не дотащили, но тот трудовой кодекс, который сейчас есть, нужно лелеять, обожать, и главное изучать. А я вот вижу, что его люди не считают и не используют. Потому что говорят, а что делать, нам не платят. Ну вы откройте трудовой кодекс, там написано, если вам не платят больше, чем 15 дней, так, отсчитайте 15, и еще прибавьте один день, чтобы никто не скандалил. 16. Да, напишите бумажку, уведомляю вас, руководству, что приостанавливаю, только не бросаю работу, и не прекращаю работу, приостанавливаю. Знаете, как вы приостановите, потом опять пойдете. Приостанавливаю работу до выплаты зарплаты. У нас же капитализм. Вы, если капитализм мне платите, я работаю. Если вы мне не платите, я не работаю. Ну правильно, это же хорошо. Договор. Нормально, договор. Ты свободный. Я же свободный человек, то есть я могу умереть свободным. Если я не буду работать, хочу, вот не буду работать и умру. Лишь бы не работать на лады. Будет меня все вспоминать. Но я что-то вот подумал и решил, нет, лучше я не умру. Лучше поработать. Лучше я поработаю на Лазарева, потому что не хочется раньше времени жизни расставаться. Короче говоря, вот такая картина получилась. В итоге получили мы кодекс, с которым можно делать все, что угодно. И вот тут надо сказать, а к этому времени профсоюзы поняли, что надо быть в единстве и создали специальную партию. А тут и наша рабочая партия подсуетилась, потому что мы же не партия, а мы общественное обеднение. Мы же не в двух партиях, поэтому мы вошли в партию. Золотов был в этой партии член руководящего органа, а я был секретарем. Один был секретарем. Но там был председатель Шейн и еще был руководитель общего организационного органа. Это вот тот, который выступал с газетой «Тяжеловец Владимирский». То есть он за рабочую силу, что вот работники – это рабочая сила. Мы ему объясняли несколько раз, что рабочая сила – это способность к труду, а сам человек выше, чем рабочая сила. Но они не смогли его убедить. Не хватило нам ни сил, ни возможностей. Короче говоря, сделали партию. И эта партия нависала над ними, над всеми. И она, так сказать, проявляла себя во всех делах. Но потом как-то решили товарищи, которые победили в этом борьбе за трудовой кодекс, ослабили свои действия постепенно. Товарищ Шейн решил потом пойти в депутаты кандидатом в губернаторы Астрахани. И тогда товарищ Заулцев, который был членом руководящего совета, выступил против этого. И я, как секретарь, выступил против этого. И при голосовании руководящий орган принял решение, что представитель партии рабочих не может выступать, партии трудящихся, не может претендовать на идти на должность того, кто является эксплуататором, представителей партии эксплуататоров. Кто такой губернатор? Это же представитель буржуазии. И вот затасковал, Шейн болел, в разлив приезжал я его, потом они попросили меня поехать в Астрахань, там даже я на острове на одном месте с ними плавал. Но, во всяком случае, Олег Васильевич после этого движение свое немножко скорректировал, и сейчас он в конфедерации профсоюзов России заместитель. Там он базируется, он там, значит, а там чем хорошая конфедерация, в отличие от федерации авиадиспетчеров? Афиадиспетчеры приняли решение, что все голодают, значит, голодаем. А конфедерация, вот мы с вами приняли решение, что мы с вами голодаем. Вы голодаете, а я не буду. Почему? Потому что у нас конфедерация, мы не обязаны выполнять эти решения. А потом вы завтра примете решение, чтобы я прыгнул с пятого этажа, а я не согласен, я не буду выполнять. То есть у нас есть, запомните, Федерация профсоюзов России, которую углавляют авиадиспетчеры. И авиадиспетчеры в связи с этой компанией решили создать Федерацию профсоюзов России, соединять те профсоюзы туда, вот защиту труда во главе с Шейном, и другие профсоюзы, только они такие крошечные из пяти человек, а какие, так сказать, набирают такую силу. Потому что в Федерацию профсоюзов должны профсоюзы входить, а не маленькие профсоюзные организации. Маленькие профсоюзные организации, вы, пожалуйста, подрастайте и расширяйтесь, а когда вы будете какой-то мощный, там у вас будет 100-150 человек, там 200 человек, тогда вы пишете письмо или обращаетесь к товарищу Золотову, или ко мне обращаетесь. Мы обращаемся к товарищу Ковалеву, поскольку мы вместе боролись за этот правовой кодекс, а наиболее самотверждно боролись, конечно, авиадиспетчеры, потому что они голодали. И они голодали, строили голодовки, и ничего с ним не могли сделать. Им все запрещено, но они перед работой идут к врачу. То есть вы идете через проходную, а они через врача. Вот они, если в них смотрят, давление не то, температура не та, и не допускают. Вот так 70% закрылось, ой, простите, 25% закрылось движение России. И решили тогда в Новосибирске их судить. И 10 авиадиспетчеров судили. И присудили, что запретить им голодать. А выступает товарищ Ковалев Сергей Анатольевич, президент профсоюза авиадиспетчеров. И он же президент Федерации профсоюзов России. Он говорит, вот приняли вы решение, уважаемый суд, высокий суд, запретить этим 12 человекам голодать. Они будут это выполнять. Будут, не будут голодать. Мы будем остальные все голодать. А они будут переедать. И результат, я вас уверяю, будет тот же самый. Ну вот съешьте, товарищ Лазарев, три торта. Идите к врачу. Посмотрим, какие у вас будут параметры. А вот как-то я приехал с этими материалами. В связи с тем, что в Российской партии труда были и авиадиспетчеры, и докеры, и все были объединены. Но после того, как вопрос с кодексом решился, все как-то так снова разошлись. А поскольку Шейн собрался в эти самые депутаты, и в итоге эта партия распалась. А у нас некоторые товарищи, в том числе наши самые твердые товарищи, вроде Шишкарова из Москвы, а не получается, что вы в двух партиях? Я говорю, нет, не получается. Потому что вот у нас наша рабочая партия России, это же не партия. Это же общественное объединение. Это как друзьяки, но филателисты. Что угодно. Вы любите бабочек, а мы любим рабочий класс. И вообще это вся разница. Вы идите, бегайте их, ловите этих бабочек, а мы будем помогать учить рабочих, как надо бороться. Вот такая у нас вот страсть. Что плохого в этом? И рабочие тоже у него входят. Не для того, чтобы ловить бабочек, а чтобы учиться, как действовать на предприятии, и как защищать свои экономические интересы. И так получилось, что мы прошли через, даже через партию. А вот Шишкарев говорит, как же так? Что у вас как-то? У нас, говорю, не две партии. У нас вот сейчас столько партий трудовой солидарности. А это то, что мы с вами, Шишкарев, это у нас общественное объединение. Это мы и называем под названием партии. Как угодно. С названиями много есть проблем. Когда вот я регистрировал уже как президент Фонда Рабочей Академии, Фонд Рабочей Академии в 94-м году. Он тоже живет вовсюду большую работу. Это же проект Фонда Рабочей Академии у нас шел. Вот. Дама, которая в Министерстве юстиции разбиралась, говорит, если это у вас, вы написали проект, идите, вы же обучать собираетесь рабочих? Я говорю, да. Ну, так идите в комитет по образованию. И у нас не образовательное учреждение. Мы содействуем образованию. Я говорю, что это такое, содействие? Ну, как, говорю, вот вы, говорю, женщина, а я мужчина, вы можете родить, я не могу. Я могу содействовать, но родить я не могу. А раз я не могу родить, ну, как вы у меня... А вы меня посылаете, чтобы я шел туда, где вот разбирается с теми, кто может родить. Ну, после такой беседы она все-таки дала добро, и нас зарегистрировали. Поэтому Фонд Рабочей Академии 28 декабря 93 года был зарегистрирован и с того времени существует. И вот, значит, много лет я был президентом, и некоторые стали даже думать, что это не является ли это какая-то вот организация Попова. Но чтобы вы это дальше не думали, и вот мы единогласно и очень дружно провели переизбрание президента. И теперь президентом является товарищ Галко. Я вас уверяю, он не менее принципиальный и не менее знающий, а экономист, наверное, более знающий, чем я, потому что я, так сказать, все-таки там капитал читал, а он еще и работал. И в банке работает все время. Короче говоря, мы никого не трогаем, мы никому не мешаем, Рабочей партии России. Но мы помогаем. Но и мы не всем помогаем, а помогаем мы рабочему классу России. Вот, а товарищ Ковалев пригласил нас, когда он решил создать федерацию профсоюзов России, чтобы было бы не только профсоюз обедиспетчеров, но и другие профсоюзы могли бы в нее обходить, чтобы вот не временный был союз, как вот у нас получилось в связи с проектом Трудового Кодекса, а был бы постоянный. И поэтому был создан съезд. Осознав вот эту силу, да? Да, был создан съезд. На съезде присутствовал и я, как представитель объединенного фронта трудящихся. Как он назывался, съезд? Съезд федерации, учредительный съезд федерации профсоюзов России. И товарищ Золотов. Товарищ Золотов, мало того, что он присутствовал, его избрали вообще в руководящий орган, он подготовил проект основного документа. Основные положения. Федерации, задачи Федерации профсоюзов России. И есть основные положения. Задачи коллективных действий. Да, задачи коллективных действий. И настолько хорошо сделано было товарищем Золотовым, в том числе с учетом проекта Трудового Кодекса России, который у нас был, что в итоге мы решили, что мы должны это так просто не оставить. И если мы раньше, как рабочая партия России, двигали рабочее движение, то теперь мы решили, что нам надо поправки сделать в нашей программе. И единственная поправка, которая у нас появилась за все время существования рабочей партии России, с 93-го года по сей день, это мы, когда Съезд Федерации профсоюзов России принял решение о своем основном документе задачи, основные задачи профсоюзов, вот мы оттуда взяли все основные положения и внесли в свою программу партии. Поэтому сейчас у нас идея такая сцепка с Федерацией профсоюзов России. Поэтому очень важно, что с одинаковых позиций выступает Федерация профсоюзов России, Фонд рабочей академии, рабочая партия. И поэтому, когда они участвуют в проведении заседания семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии, за которым стоит еще и рабочая партия России, вот так, чтобы было ясно, понятное дело, что тогда у нас есть единство идейное, они просто пришли и вдруг мы вот вы от этого, я от этого. То есть у нас единство действий было в течение уже десятилетий выработано и оно идейно закреплено в программе Федерации профсоюзов России. Можете не читать программу, почитайте вот конкретные положения в программе рабочей партии России, они взяты из... А из этого ничего плохого у нас не стало, у нас просто конкретизировалась наша программа. То есть мы поставили в программу то, что проверено опытом борьбы рабочих профсоюзов. Вот такая картина интересная получается. Поэтому, конечно, это правильно, что можно все сокращать. Вот, например, в революционное время было такое сокращение замком по морде. Заместитель комиссара по морским делам. И это хорошо с одной стороны. С одной стороны, сокращение. Но с другой стороны замком по морде не очень хорошо. Поэтому, конечно, я не могу сказать, что товарищи не правы, когда они говорят РКР. Во-первых, кто это в России должен знать, что такое РКР? ТРПР-8ДР. Не надо говорить РКР. Тот, кто не может выговорить российский комитет рабочих, он куда-то торопится. Не надо ему ехать на российский комитет рабочих. Но, я думаю, что те, кто туда едут, и те, кто становится делегатами, должны знать историю вопроса. Для чего мы, собственно, эту передачу и засеяли? Так она может казаться, что это у вас вдруг понесло? Что вы, так сказать, по старости, что ли, по возрасту? Ну, вроде, не все же такие пожилые, как товарищ Попов. Вот сидит товарищ, который углавляет рабочее движение в качестве председателя, всего председателя рабочей комиссии Рабочей партии России. Ну, мы отвечаем за то, чтобы новое поколение борцов, они знали историю. Потому что мы не должны начинать, пришел, и все с этого начнется. Нет, оно продолжается, а не начинается. То есть, та борьба, которая ведется, она, в которой непонятно, как вот выходят работы, где там работы Ленина, и прямо говорится, что вот там ссылаются на рабочую партию России, и вот как вот у вас есть книжка, в которой вышла, в которой прямо говорится, и, так сказать, используется это указание. Ну, потому что это связано с тем, что уже есть уже опыт, традиции, и определенный успех Рабочей партии России, от того, что есть такая замечательная организация, как семинар по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии, которые действуют при поддержке Рабочей партии России, она только выигрывает. Почему? Ну, потому что цель Рабочей партии России не для себя действовать, а для рабочего класса. А если для рабочего класса, так о чем мы не выставляем сюда партию? Ну, партия, конечно, участвует, организовывает. А как вы думаете? Как вы думаете действовать в масштабах России, такой большой страны, чтобы каждый год с 93-ю два раза в год проводить собрание рабочих, которые делегируются неизвестными нам рабочими, лишь только пять человек вот они собрали. Некоторые это еще не понимают. Вот у нас Григорий Васильевич, как это так, они пять каких-то случайных рабочих. Они-то случайные, но они случайно рабочие. А я случайно не рабочий. И золото случайно не рабочие, и галко случайно не рабочие, и так далее. То есть много есть у нас партии интеллигентов, которые знают свою миссию, потому что партия это соединение научного социализма с рабочим движением. Если нет квалифицированных людей, которые дают научный социализм, это не партия. А если нет рабочих, тем более не партия. Поэтому, так сказать, я никого не хочу тут принизить и возвысить. А вот почему мы все стоим, в том числе интеллигенты партийные, за то, чтобы голосовали рабочие. Если я не убедил двух рабочих, то я не интеллигент. Согласитесь? Вы такой интеллигент, который не может убедить. Его учили, вспоминать, сколько меня учили, это же ужас. 11 лет в школе, потом 5 лет в ВУЗе, потом 3 года в аспирантуре, уже 11 плюс 8. 19 лет человека учили, он не может убедить двух рабочих. Нет, но если он какие-то глупости будет говорить, он тогда никогда не убедит. Но если он что-то знает, то он вообще учился-то для чего? И не важно, кто там меня учил, важно я-то для чего учился. Я учился для того, чтобы мог передать знания кому? Ну, кто у нас движет? А кто движет? Движет класс. Но если я учился немножко марксизма, то я знаю, что главная сила у нас класс, рабочий. Ну, тогда для кого я должен работать? Для самого себя? У меня есть дети и внуки, это нет проблем. Это само собой. Но, что касается общественной функции, она в чем состоит? Вот в этом. Получается, исходя из полного названия, да, Российский комитет рабочих, постоянно действующий семинар по рабочему движению Федерации профсоюзов России. Существующий при активной поддержке рабочей партии России. Да. Вот он, такой семинар, существует при активной поддержке рабочей партии России, которая вообще и все вот эти самые требования рабочих, которые проявляются на этом семинаре, и которые диспетчеры сформулировали в лице Золотого. Вот эти требования у нас вошли в программу рабочей партии России. Мы являемся единственной партией в России, которая в своей программе содержит комплекс требований рабочих России. Как только у нас будет не такие профсоюзы, там 15 человек, 20 человек, а будет у нас профсоюз, который охватит там 3-4 предприятия, 10 предприятий, отрасли. Куда его девать? На что замыкаться? На федерацию. Потому что федерация профсоюзов, она принимает в свой состав профсоюзы, а не профорганизации, отдельные организации. Но если у вас отдельная организация, ну это пока... Вот вы создайте достаточно значительный профсоюз, добейтесь таких успехов. Были такие успехи, я уже называл профсоюзы, и в том числе и локомотивный приблигатель железнодорожников, соцпроф, например, тоже, профсоюз. Ну, вот сказать, а если сейчас что, новое поколение не может профсоюза создавать, говорит, ой, у нас не получится, но если у вас не получится, если вы собираетесь строить какой-нибудь, вот такие высотные дома строят, которые, я бы тоже подошел, бы сказал, да ни за что, невозможно такой дом построить. А имбираты строят, и строят. Что глаза боятся, руки делают. Не надо себя запугивать. Какой-то запуганный. Рабочий класс, он же передавает силы, самые смелые, самые решительные, самые энергичные. Я вас не, вовсе не призываю кидаться, так сказать, на амбразуру или куда-то сейчас быть, нет, сейчас, во-первых, никакой амбразуры, но вы, так сказать, должны ставить сами эти задачи и решать. И задачи должны быть масштабные такие. Масштабные. Созданием профсоюза. Не то, что мы сейчас вот это сделаем на этот год, а вот докеры, например, а не коллективный договор. Как они вот много лет назад вот, так сказать, делали, так у них сейчас, вот у них у кого нет, у многих нет, а у них есть. Вот товарищ Лазарев, вы обещали к ним заехать и взять, они вам пообещали, можете с них скрести. Новый. А, заодно одну книжечку надо отправить им вот эту. Переиздание, так сказать, книжки про коллективный договор, у них такой нет сейчас. она для пропала. Мы должны понимать, что та организация, которая совсем кратко называется РКР, а более, менее кратко, более подробно, Российский комитет рабочих, она не какой-то висящий в воздухе, который никто не поддерживает, никто не помогает, а что-то такое сделали, вот вдруг собрались на комитет, и что-то поговорили, и разъехались. Нет, это, так сказать, это такой орган, который существует при поддержке Федерации профсоюзов России, могучей Федерации, если вы откроете интернет и начнете смотреть разные профсоюзы, когда увидите профсоюз с красным флагом, это авиодиспетчеры, это Федерация профсоюзов России с красным флагом. Причем я был на этом съезде, Ковалев спрашивает, ну какой этот цвет взять знамени, они все говорят, красный, какой цвет, поэтому красное знамя это знамя Федерации профсоюзов России, поэтому как нам не взаимодействовать, скажем, рабочей партией России с этим, мы же под красным знаменем идем, а рабочий класс с кем взаимодействует, кто под желтыми знаменами, или какими-то полосатыми, или с черепом с костями, или синие, что это такое за синий, вы что, моряки все? Ну я понимаю, эти докеры могут еще идти, но докеры присоединились к этой Федерации, они не в состав ее вошли, они ассоциированные члены. Вот, то есть нам есть куда развиваться в смысле организации, нам есть к кому присоединяться, и не так много таких самоотверженных вот руководителей, как Сергей Анатольевич Ковалев, вот скажу о нем доброе слово, которые умные, и толковые, и смелые, и решительные, и блестящие организаторы. Поэтому, вот, это с кем надо держать контакт. Контакт надо держать, и хорошие связи с теми, кто дело делает, и показывает образцы, образцы в борьбе. Поэтому забывать о своих друзьях, товарищах, и помощниках не следует. Это один из самых боевых и самых лучших профсоюзов России, которые не говорили, что нам и это не дают, то не дают, и я вот не могу не забыть, как они организовывали акцию. Но им же все запрещено. Акция такая, те, кто сейчас идут на работу, идут на работу. Те, кто идут с работы, идут не домой, а в зал. Зал ожидания. Зал ожидания. И проводят там бесконечное профсоюзное собрание. Дети, жены, родственники с баулами или с какими-то бидонами и банками могут прийти и покормить их, встретиться, с отцом поговорить и так далее. А потом уходят, а потом домой приходят и так далее. Они никого не мешают, ничего не требуют. Ну, эти знают, требования сданы, письменные, руководству. И они проводят до выполнения этих требований. Ну, так идет и идет. И вот это в Ростове-на-Дону было. В Ростове-на-Дону бывший генерал, который сейчас руководил организацией как раз авиадиспетчеров, он решил, что надо судить их. И подал в суд. Товарищи объясняли, что они ничего плохого не делают, мы на работу ходим, но просто мы на работу ходим не из дома, зачем нам уходить с работы. Мы любим работу. Мы отсюда из профсобрания. И профсоюз, он же профессиональный союз, это как лучше нам работать. Вот мы так и работаем. И все равно суд решил с 23 часов до 8 запретить проводить профсоюзное собрание. Ну, значит, с 8. Ну, значит, ну, хорошо, завтра с 8. И люди спят, уже надо в 6 вставать, там, собираться и к 8 как штык все обедят. Здесь вечер очень дисциплинированный. В 8 часов они там, и вся та же самая картина. Опять туда обед несут, то все. В общем, выгнали того генерала. Выгнали уже под, наверное, такой генерал, который не может справиться с теми, кем он управляет, никому не нужны, выгнали его. Вот и результат. Так что люди, которые творчески подносятся, ведь у них главное их победить в борьбе, они придумывают, как бороться, а другие каждый раз объясняют, почему у них это не получилось. Вот этих очень, таких людей, которые хорошо могут объяснить, почему это не получилось, очень много. Вот такая история. То есть история, которая говорит о том, что все великое, там большое, оно делается большим трудом и участвуют в нем немало и чисто лиц. И не надо, и надо, конечно, помнить о всех тех, которые организовывают это дело. Товарищи рабочие, я приглашаю вас на Российский комитет рабочих, постоянно действующий семинар по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии при поддержке рабочей партии России. Для этого нужно на своем предприятии подписать направление у пятерых рабочих и направить его Александру Владимировичу Золотову. Адрес мы напишем под видео. Заседание пройдет 6-7 апреля 24-го года. Говорите, народная правда, которая вышла тиражом 57 тысяч экземпляров, указана такая программа семинаров. Сегодняшние актуальные вопросы, с которыми вы приедете на Российский комитет рабочих. Вот то, что вы считаете нужным. Есть проекты, есть всякие проекты, задумки, но решать будут те рабочие, которые приедут. Вот те, кто приедут и те, кто делегированы с правом решающего голоса, те и примут решение, какие вопросы обсуждать. Первое, продвижение коллективных договоров, второе, борьба использования соут в интересах работников, третье, применение рабочей печати. Соут-то сделан специально, а что было в советское время? Что там? Были государственные органы, которые отвечали за безопасность и так далее. Но можно же использовать соут, правильно? А соут не очень его можно использовать. Соут это свойство. свойство вы не делаете соут, потому что соут делает организация дипломированная. Заплатить им? Если заплатить, а денег то у вас нет, а у буржуазии нет. У меня нет. А более того, у буржуазии, которые вас эксплуатируют, точно больше денег, чем у вас. Поэтому вы закажете одной, а она закажет другой. И у вас будет по крайней мере спор. То есть соут делаете тяжелый. Она и так заказывает свой, а после этого можно рабочий сделать? И что он побежит сразу за следующий? Можно, но вот есть товарищ Дуняев, вы видите, где у него деньги? Он собрать не может заносы. А если как, откуда играть-то? Да работа непочатый край, на самом деле. такое все оно, за что ухватиться? За главное. Главное. Ну вот мы выделили, вот это сейчас главное. Главное, что люди, когда собираются такое мероприятие, чтобы люди такое великое и большое мероприятие, которое ни разу не сорвалось. Вот посмотрите, с 93-го года, ну с 91-го года было заседание Российского комитета рабочих, а с 93-го под эгидой РПР. Ни разу не получилось, чтобы два раза в год не собрались в РКР. Первый вопрос, это вопрос о заключении коллективного договора. Надо поделиться опытом, у кого есть уже опыт продвижения в этом плане. Мы пришли к выводу, что не надо стремиться пока делать большие коллективные договоры, пока их не заключились. Достаточно одной страницы, в которых будут написаны основные направления. Это проект вашего коллективного договора. Надо собирать подписи. Это вопрос о сборе подписей за этот проект. Пока у вас нет больше половины, не включается вот этот статус, который определен трудовым колесом, потому что тогда те, кто получили больше половины голосов работников за свой проект, они могут быть освобождены от работы, несколько человек с оплатой по-среднему, и не может уклоняться работодатель от переговоров. Так что это очень важно. А если вы, так сказать, имеете 15 человек вашей поддержки, то этого мало. Должно быть больше половины. Это очень демократично, с одной стороны. с другой стороны, это трудно сделать, поэтому люди запуганы, забиты, сомневаются, поэтому не у всех это получается, но у очень многих получается, и многие делают, и есть опыт большой. Третий вопрос, это вопрос о том, что по окончании СВО нужно, так сказать, переходить к 6-часовому рабочему дню. Это наверное будущее. Будущее надо, в будущее, так и мы решаем. Это в сентябре. Нет, люди-то жертвуют собой сейчас, своим рабочим временем, работают больше, чем обычно, сверхурочных больше. И как-то при этом не воюют против этого, потому что в таком напряжении находится страна, и страна борется с американским фашизмом во внешней политике. Значит, надо это дело сейчас поддержать, но нормальным будет 6-часовой рабочий день, который позволял бы организовываться и здоровье укреплять, и участвовать в общественной жизни, и образование повышать. Поэтому а не так, что вот сколько у нас получилось так называемых учителей, вождей, которые выехали сейчас за границу и наплевали на рабочий класс, на народ и так далее. А они были в авторитетах. Сколько таких? Куча предателей. Поэтому чтобы предатели не господствовали, надо, чтобы сами рабочие разбирались, а для этого надо иметь время. Время... Вот Сталин, когда говорил, что надо перейти к 5-часовому рабочему дню, но не успел это организовать. За это время у нас производительность труда, все рассказывают, как она выросла. Но раз она выросла, производительность труда, значит, можно то же самое, то, что мы делали за 8 часов, сделать за 6. А может быть, то, что мы делали за 8 часов, можно сделать за 2 часа, а может, за час. А иначе, говорят, у нас же все, прямо у нас искусственный интеллект. нас убрать с Лазаревым и посадить сюда чурбана, и они бы между собой разговаривали. Но, по счастью, мы знаем, что такой искусственный интеллект, какую программу напишешь, то и будет болтать. Поэтому напишешь глупости, будут глупости. И там искусственный интеллект подсовывает вместо интеллекта. Интеллект это ум. Так вот, надо ум свой не отдавать и держать голову в порядке. И добиваться того, что нужно. Это первый вопрос, это сокращение рабочего времени. с этим связаны сокращение болезней, с этим связано, между прочим, и воспроизводство населения. У нас ведь увеличили рабочее время сразу, на всю жизнь, которая распространяется. Рабочее время на сколько лет? На пять лет. На пять лет. И у нас, значит, бабушки, дедушки теперь не в состоянии идти и заниматься своими внуками, в том числе школьниками и школьницами, они должны идти на работу. А в это время, так сказать, мы сколько уже случаев имеем, когда нападают на детей, в том числе в школах или идущих в школу и так далее. А почему? Потому что они лишены соответствующей опеки. Поэтому это очень нехорошее, так сказать, решение, которое было принято. Другое дело, сейчас такая ситуация, что сейчас немедленно этого нельзя сделать, но в перспективе, конечно, нужно сократить до 6 часов рабочее время и, соответственно, вернуть пенсионный возраст. Нам нужны не больные, умирающие бабушка с дедушкой, а те, которые будут помогать воспитывать наших детей. Я думаю, что про ФРА мало сказали, кроме того, что это был проект от ФРА Трудового кодекса. Значит, учредители, между прочим, фонда рабочей академии это такие учредители. Это Совет Рабочих, Объединение Рабочих Промышленностей, Транспорта и Связи Ленинграда, Совет Рабочих Москвы под председательством товарища Шишкарев Василий Иванович. Вот он, он же председатель Совета Союза Рабочих Москвы был, поэтому он вот это все может рассказать. Петровская Академия Наука и Искусств. То есть надо понимать так, что мы не просто вот взяли и придумали, кто-то приедет, какие-то рабочие и все. Эта большая работа проводилась, что речь идет о том, чтобы рабочий класс постепенно брал в свои руки то, что можно взять еще при капитализме, чтобы тем более при будущем социализме руководить страной. А если никто никогда ничего не умел делать, то он ничего и руководить не сможет. И это тоже такое мероприятие, вот вы говорите, оно же чтобы такое сделать, только великая партия может сделать такое мероприятие, которое в течение такого времени регулярно собирать рабочих, тех, которых пришлют, а не только тех, которых вы позвали. Если вы хотите побеждать, то надо использовать такие возможности, как райский комитет рабочих, делегировать и участвовать. КОНЕЦ КОНЕЦ